Это программа День с толком. Студия Андрей Дриер. Смотрите в этом выпуске. Мусорного полигона здесь не будет. Жители Первомайского района вздохнули с облегчением. Копают траншею на территории бывшего речного вокзала. Приступили к глубокому исследованию грунтов. В поселке Южном создают полноценную территорию для дрессировки собак. Кому и зачем она нужна? Сегодня от COVID-19 в Алтайском крае умерло 8 человек. Это данные, последние статистики. А в другой графе на сегодня 173 новых заболевших. И это еще одно подтверждение заявлений вирусологов о том, что коронавирус не останавливается и уходить никуда не собирается. Пока в регионе для вируса раздолье, то есть много людей без антител, пандемия будет с нами. Побороть эту проблему можно только увеличением иммунной прослойки, проще говоря, вакцинации. По данным на сегодняшнее утро, в крае почти 330 тысяч прививающихся. То есть даже не все из них успели получить вторую дозу. 330 тысяч – это меньше 15% жителей региона. А для формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы привиты были минимум от 50 до 60% населения. Борьба с ковидом набирает обороты. В Барнауле начали вакцинировать водителей и кондукторов общественного транспорта. Эту тему обсудили на внеплановом заседании в городском комитете по дорожному хозяйству. Поскольку общественный транспорт является местом скопления людей, то в первую очередь руководителям предприятий поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную беседу о распространении коронавируса. А в ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для рабочих. Напомним, в крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Как мы уже говорили, для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. А в Алтайском крае это больше миллиона человек. Ранее примерно 6 тысяч железнодорожников добровольно прошли вакцинацию от коронавируса. Это 60% от общей численности работников. К другим темам. В Первомайском районе не будут строить мусорный полигон. Речь идет о так называемом эко-технопарке, в котором должны были сортировать, перерабатывать отходы. Как только предполагаемый проект начали обсуждать, по району прокатилась волна негодования от местных жителей. Тему продолжит Ирина Корчагина. Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Их все-таки услышали. Жители Березовки, похоже, вздохнули с облегчением. Рядом с их домами хотели построить мусорный кластер с сортировкой и переработкой отходов. Как только появилась новость о возможном строительстве эко-технопарка, люди забили тревогу. Местные боятся, что полигон может загрязнить их земли, реку, боятся зловония. Это не заброшенные земли. Рядом земля пашется, сеется. Рядом сеются злаковые. Сейчас там растет картошка. И вот эта картошка пойдет в небезызвестные сети торговые. По информации инвестора, земельный участок в Первомайском районе соответствует требованиям санитарного и природоохранного законодательства. И несмотря на то, что говорить о возведении объекта было рано, жители начали экстренно собирать подписи к губернатору. Сегодня проблему обсудили в правительстве края. Решение принято окончательное. Строить экотехнопарк в Первомайском районе не будут. Решение о строительстве таких объектов, о переводе земель сельхозназначения в категории земель под строительство промышленных объектов рассматривается всегда на заседании рабочей группы, в котором участвуют несколько управлений и министерств. Взвешиваются все за и против. При этом обязательно учитывается мнение населения. Вот только по данным Росприроднадзора резерва Барнаульского полигона хватит всего на два года. Экотехнопарк в Первомайском районе мог решить эту проблему. А пока мусорный вопрос остается открытым. Ирина Корчагина. День с толком. Новый собственник земли на территории речного вокзала начал копать траншеи вокруг здания. Это необходимо, чтобы провести глубокое исследование грунтов. Только после анализа можно будет приступить к созданию проекта новостройки. Подробности и в следующем сюжете. Снимают верхний слой асфальта, чтобы докопаться до сути. Застройщику, который планирует возводить жилое здание на месте речного вокзала, необходимо понимать, какие слои почвы будут держать фундамент. Работы по сейсморазведке будут производиться ночью, чтобы от моста шумовые нагрузки, вибрационные нагрузки не давали какой-то погрешности на волны электрические, которые будет испускать сейсмостанция. Датчики поставят по длине двух траншей. Одна из них будет расположена перед реч-вокзалом, а вторая за ним, ближе к Аби. Результаты таких геофизических изысканий скажут, какой максимальной высоты здесь можно строить здание. По результатам графиков, которые построятся в результате данных измерений, мы будем иметь данные для проектирования. До начала проектирования застройщик должен получить результаты и других изысканий. Это нужно, чтобы гарантировать надежность конструкции, ведь геологические условия на месте речного вокзала непростые. Слияние двух рек. Предположительно, работы по замерам продлятся около полутора недель. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. А между тем, правительство края поставило перед собой задачу не допустить срыва сроков строительства социальных объектов. Причиной рисков стал рост цен на стройматериалы. Он может привести к снижению темпов или даже остановке работ. Проблему обсудили в рамках заседания Координационного совета. Участниками диалога стали заказчики, подрядчики и строительные организации региона. Иван Гелев, министр строительства, сообщил, что на данный момент необходимо пересмотреть стоимость госконтрактов. Ее нужно увеличивать. Минстрой России еще разрабатывает правила изменения цен контрактов. Но, несмотря на это, подрядным организациям уже рекомендовано приступить к подготовке документов для пересчета действующих смет. А это цирк в Барнауле. Так начали свой пост в соцсетях жители краевой столицы, которые действительно побывали на представлении. Сначала под куполом цирка олень напал на дрессировщицу во время представления, а после леопард показал настоящий акробатический трюк. Фактически, кошка случайно цепляется за реквизит, после чего, видимо, неожиданно для самой себя оказывается под куполом. Подобных скандалов с неподобающим отношением к животным множество. Этот мы попросили прокомментировать директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева. Не должно быть насилия над животным ни в коем случае. Животное, как и любое существо, должно обладать собственным правом свободы. Если хочет животное подойти к вам, оно подойдет к вам. Если оно не хочет, оно не подойдет. Вот сегодня я зашел, например, к енотам. Они окружили меня, залезли мне и на голову, и на рубашку, и везде лезут. Естественно, я с этими животными, и я чувствую себя комфортно, и им это нравится. Они чувствуют себя комфортно. Вот такое взаимодействие должно было быть. В Барнауле не хватает мест для выгула и дрессировки собак. В городе действует всего три специализированных площадки. И они не предназначены для тренировки животных. Однако скоро ситуация должна измениться в рамках подготовки к спортивно-кинологическому фестивалю на стадионе Рубин, что в поселке Южном. Создают полноценную территорию для дрессировки. На месте будущих соревнований побывала и наша съемочная группа. 17 июля на стадионе Рубин пройдет большой спортивно-кинологический фестиваль. Сейчас идет подготовка площадки для проведения мероприятия. Территория будет разделена на две части. В одной из них установят тренажеры для животных, а другая предназначена для выгула. После проведения фестиваля площадка будет доступна всем собаководам. Возникла вот такая идея, потому что в городе практически нету именно площадок для дрессировки, для кинологического спорта. То есть вид спорта, где люди могут занимать призовые места на различных соревнованиях, выполнять нормативы мастеров спорта. Еще одна причина для создания площадки – показать жителям города, что кинологический спорт – это не просто игра, а работа с умными и подготовленными собаками. Для этого на стадионе будут проводиться курсы дрессировки. На них владельцев собак научат правильно руководить своим питомцем. Любые занятия с собаками, они для чего нужны? Для того, чтобы хотя бы собаки, во-первых, у всех людей, привыкли к бытовому послушанию. То есть они не убегали от них, не тянули поводок, не отрывали. То есть были удобны, как и своим хозяевам, и другим. В планах организаторов не только обучать животных и проводить соревнования, но и создать дружину из добровольцев, цель которой – повысить безопасность микрорайона. Вступить в нее сможет каждый, пройдя курсы дрессировки. Ведь собака – это не только член семьи, но и настоящий защитник правопорядка. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. На подготовку к отопительному сезону в Барнуле потратят более 2 миллиардов рублей. Это общая сумма всех ремонтных работ за лето. В городе обновят 30 километров трубопроводов, отремонтируют 25 центральных тепловых пунктов, проведут реконструкцию двух котельных и не только. Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание, чтобы проверить, как краевая столица готовится к холодам. За последние 5 лет на этом участке произошло 8 повреждений. И это на себе постоянно ощущали жители соседних домов, образовательные и медучреждения. Улица Диповская. Трубопровод здесь проложили еще в 64-м году. Долгожданный капитальный ремонт начали в мае. Тепловые сети на этом объекте проходят под трамвайными путями, что усложняет работу. Но уже к 7 августа ремонт завершат. И это лишь один из участков в городе, который попал под реконструкцию. В этом году ремонту, реконструкции, модернизации подлежит 30 километров тепловых сетей. В ремонтную программу мы заменим 18 километров, по инвестиционной программе 12 километров. На это планируем потратить 1,3 миллиарда рублей. Мы контролируем не только сроки, качество, но и работаем с жителями. Разъясняем, что необходимо немного потерпеть. Есть определенные неудобства, но сегодняшняя работа по восстановлению магистральных и иных сетей, она, конечно, позволит городскому хозяйству в зимний период переносить те проблемы, которые были ранее, и вообще, может быть, даже исключить это и отключение, и порывы. И действительно, например, этот участок, по словам специалистов, не должен преподносить какие-то сюрпризы на протяжении 30 лет. Кстати, параллельно с ремонтом тепловых сетей, энергетики сейчас проводят гидравлические испытания. Впервые они проходят по новой схеме, поэтапно, по магистралям. Сроки отключения горячей воды, как могли заметить барнаульцы, в этом году сокращены. Я считаю, что город Барнаул, отопительный сезон, назовем его 20-21 года, прошел достойно. Нам необходимо с вами 15 сентября приступить к отопительному сезону. У нас с Александром более 120 объектов, по-моему, 117 объектов, и уже на 50% они сегодня приступили к работам. Я не надеюсь, я уверен, что работы будут эти исполнены. Добавим, что последний этап гидравлических испытаний по контуру барнаульской ТЭЦ-3 начался накануне 28 июня. К испытаниям по контуру ТЭЦ-2 специалисты приступят 19 июля. Ирина Корчагина, День с толком. Барнаульцы вновь останутся без горячей воды. Под плановое отключение попадут более 15 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов. Правда, ограничения продлятся всего на несколько дней. С 30 июня по 2 июля. Как пояснили в СГК, энергетики будут менять запорную арматуру и переустанавливать заглушки. Это входит в обязательные работы по подготовке к грядущему отопительному сезону. Помимо жилых домов без горячего водоснабжения останутся и детские сады, школы, больницы. Узнать, попадет ли ваш дом под отключением, можно на сайте СГК. К слову, жителей контура ТЭЦ-2 еще ждут гидравлические испытания. В связи с этим горячей воды не будет с 19 июля по 5 августа. Первые выпускники специальности информационное моделирование в строительстве Политехнического университета сегодня защитили дипломы. Некоторые работы оказались настоящими ноу-хау. Подробности у Маргариты Гартунг. Три года назад в Политехническом вузе открыли специальность информационное моделирование строительства. А сегодня первые 15 студентов защитили собственные проекты. Для Алтая это большой шаг вперед. Ведь выпускники смогут не только проектировать новые здания, но и создавать специальные модели, на которых будет видно, где могут возникнуть проблемы при строительстве. Специалисты уверяют, раньше таких технологий в крае не применяли. Информационное моделирование же дает нам такую уникальную возможность, что практически мы, обнаружив какие-то коллизии, нестыковки, ошибки при проектировании, можем их оперативно исправлять. Это одно из преимуществ. Выпускник кафедры Иван Панков поступил в Политех три года назад. Посчитал направление интересным и перспективным. Он защитил работу, которую готовил целый год. Парень придумал систему, которая позволяет перенести компьютерную модель будущего здания в программный комплекс расчета конструкций. Иван считает, что это в разы облегчит работу строителей. Я спроектировал какое-то здание в программном комплексе, который основан на технологии информационного моделирования. Мне его нужно рассчитать, подобрать сечение, рассчитать арматуру. И это все делается в сторонней программе. И я анализирую связку этих двух программ. Как я передаю информационную модель, какие возникают ошибки, какие возникают коллизии. И стараюсь их исправить, показываю, какие эти ошибки. В отличие от многих студентов, Иван решил остаться в Барнауле и не покидать родной город. А учеба на перспективном направлении дала ему возможность еще в студенчестве работать инженером в архитектурно-строительном бюро. Значимость работы основана на том, что в настоящее время стремительно развиваются технологии информационного моделирования. Кстати, направлений магистратуры, связанных с моделированием строительства, всего две в Сибири, в Омске и в Барнауле. Чтобы попасть на перспективную кафедру, сначала нужно закончить бакалавриат строительного факультета. Маргарита Гартунг, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. В Ребрихе определились чемпионы края среди сельских шахматистов. Наши на Олимпиаде в Токио. Сергей Шубенков все-таки выступит на международном турнире. А обийский стрелок Сергей Каменский завоевал второе золото и четвертую медаль на Кубке мира в Хорватии. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Наши на Олимпиаде. Тренерский совет Всероссийской Федерации легкой атлетики выбрал десятерых спортсменов для поездки на Олимпийские игры в Токио. В список попал и алтайский бегун Сергей Шубенков. Это дает возможность нашему земляку выступать под нейтральным флагом. Напомню, World Athletics выдала нейтральный статус 123-м российским спортсменам. Но только 10 из них смогут выступить на Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. В Ребрихе подошло к концу сельское первенство Алтайского края по шахматам. Победители определялись в командном и личном зачетах. В командном турнире первое место занял Романовский район, а в личном зачете золотые медали выиграли Артем Панков из Романова и Анастасия Верещагина из Баева. Теперь победитель отправится на всероссийский турнир в Самару. Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал второе золото и четвертую медаль Кубка мира в Хорватии. Наш земляк победил в командном упражнении малокалиберная винтовка стрельба из трех положений на дистанции 50 метров. В финале россияне перестреляли французов 46-44. Также напомним, что 3 июля всех желающих посмотреть на международный ралли «Шелковый путь» ждем в 10 утра на старте соревнований в селе Расказиха. Вторая точка для зрителей – середина трассы на спецучастке у села Боровлянка. И на финиш в селе Акутиха. Дмитрий Дроздов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи.